22 мая, утро. Пожалуй, первый теплый, солнечный, весенний день в нашем городе. И отдельное спасибо организаторам полумарафона за то, что и с погодой договорились, и участников много пригласили. 10.30, около Дома Культуры Энергии, торжественное открытие соревнования. Мы только входим в период постковидный, и в какой он будет, великое вопрос. Или мы вернем все, что потеряли в прошлом году, или общество вернет до того, которое было, мы не знаем. Но то, что люди будут давать перевагу здоровому способу жизни, это уже 100%. Мы понимаем, что это очень важный аспект в нашей жизни, в нашей философии. Я вас вітаю, потому что вы уже все победители, вы зареєструвались и вы вышли на старт. Я желаю вам всем попутного ветра в любом направлении, когда вы будете бегать. Чи в один бік, чи в інший. Хай він вас супроводжує, цей попутный вітер. И по всьому життю також. Я вам бажаю легкого бігу. И давайте згадаємо наших чорнобильств, потому что на их честь мы проводим наши напівмарафоны. Член Национального олимпийского комитета Украины Игорь Малинский вручить почетные грамоты организаторам и активным участникам полумарафона. Небольшая разминка, естественно, многочисленные фотосессии и старт 32-го полумарафона. Три, два, один! И впервые старт давал мэр города. Это было классно. Супер эмоции даже в мене, хотя это простая процедура, дать старт классному на мэр-марафону. 330 учасників, рекордных 330 за всі 32 роки. И это означает, что люди засумували по жизни не в онлайне, не в мереже. Что мы хотим этих заходов, мы хотим спілкувания, мы хотим здорового способа життя. И это очень чудово. И, может быть, мы не програли от того, что перенесли с квитня на травень. И надо задуматься о том, что, возможно, и сместить его на будущее. Потому что погода чудова, учасники задоволені, организация на наивысшем уровне. И теперь главное, чтобы был вдалий финиш. Вдалий старт в нас выше. Старт пришлось давать три раза. Карантин все-таки вмешался. И бегуны на различные дистанции стартовали в отдельных группах. Это стартуют спортсмены на 10 километров. А уже через минуту стартовали бегуны. И бегуны на 5 километров. Как вы уже догадываетесь, первыми к финишу приблизительно. Бежали участники забега на 5 километров. С победителем этого забега мы и поговорили. В прошлом году бежал тоже пятерку. Но до призового места не хватило. В этом году почему победил? Ветер помог или просто хорошая погода? Думаю, что подготовка. Подготовка все-таки. Я упорно тренировался. Поэтому, я думаю, это принесло свой результат. Как трасса? Ну, как погода? Во-первых, погода, по-моему, сегодня замечательная. Дожди, дожди и вдруг такой день выдался. Погода прекрасная. Солнце светит. Ну, как бы, то, что нет дождя, это плюс. Но солнце все же, как бы, вносит свои коррективы. Тяжелее бежать. Плюс порывы ветра. Ну, как бы, никогда не бывает идеальных условий. Поэтому приходится соревноваться с самим собой, с соперниками и с погодными условиями. Среди женщин победила Юля Бенза. Было немного жарко, но трасса очень равненна. А Вита не помогал или мешал? Ну, назад уже мешал. Краще, он вперед мешал, потому что назад уже бежать тяжело. Поэтому немного заважал, но физическая подготовка всегда все выправляет. Как трасса, или вы не первый раз? Вперше. И, да, не знала, какая будет трасса. Просто хотелось пробегать для себя 5 километров. А у победителя на 10 километров был очень быстрый финиш. Минулого року бежал в губі-марафон, а був четвертый. И этого года решил попробовать себя на большинстве короткой дистанции. И, на диво, это удалось достаточно непогано. Ну, вы достаточно здорово финишировали, финишировали. Да, особенно враховую, что вчера у друга было веселье, и я был дружком. То есть, выявите всю важность сегодняшнего бега моего. Вы как бы бежали с веселья. Что-то такое. Да, с дружкой не склался, то я побег. Треба же куда-то доведеть энергию. Кто-то рубает дрова, кто-то там колокол, то я бегаю. У главного организатора и участника забега с 32-летним стажем Валерия Судимова мы поинтересовались, а что легче, организовывать или бежать? Ну, Славутич, хотя с большой развитой вроде как спортивной инфраструктурой, да, много залов там, различных клубов, но для бега вот такого на длинные дистанции, бега по шоссе, он мало приспособлен. У нас нет каких-то там, даже элементарно, раздевалок и душа в одном месте. И тем не менее, люди приезжают, и приезжих намного больше, чем славучан. Славучане на рынок, а приезжие бегают. Да, да, да. В этом году славучан, я боюсь ошибиться, но человек может быть 40-50 максимум, из 340. Ну и как же мы не могли не поговорить, пожалуй, с самым танцующим, а с некоторых пор и одним из самых активных бегунов Славутича и Киева, Вадимом Советченко. Сегодня почему-то медленнее бежалось. Вадим, почему? Ну, во-первых, я после ковида. Во-вторых, это первый мост-старт официальный. Нет, я привитый и уже все, переболел. Но я думаю, не восстановился. У меня первый вот старт такой, ну, как бы сказать, официальный. Поэтому и жара. Поэтому ты в поддержку привез еще 40 человек из Киева, насколько я знаю. У нас просто так получилось, что у нас тут организовались внезапно танцевальные сборы на два дня, и завтра турнир танцевальный в Чернигове. И мы вот так вот это все вместе совместили. И вот такое вот у нас здесь мероприятие танцевально-беговое. Поэтому у нас здесь часть болельщиков здесь, а часть сейчас в зале тренируется. А как пробежит сегодня дочь Светлана, поинтересовались мы? Она очень успешный тренер по танцам и очень успешный бегун, которая вот на марафон пробежала за 2 часа 54 минуты. Это у нее сейчас личное достижение. Здесь она рекорды ставить не будет, потому что после того, как она прибежит, надо будет идти работать. И жарковато сейчас. Но я думаю, что она должна выиграть. И действительно Светлана стала победительницей в полумарафоне среди женщин. А вот среди мужчин победил спортсмен из Чернигова. И по лесу бежалась нормально, а там выбежала и на солнце еще плюс против ветра. Ну, в целом, в принципе, нормально, бежалась. То есть начали чуть быстрее первую десяточку, а потом вижу соперника там 2 минуты за мной на развороте, то я ну так немного сбалил уже. Ну, есть старты, которые бежишь на рекорд, то есть, когда есть соперники, когда хорошая траса, в принципе, можно бежать на рекорд. В принципе, здесь траса достаточно неплохая, незначительные перепады, то есть, скажи мне, совсем плоская. Вот я такое люблю, ездить поработать немного, ездить, отдохнуть. Пожалуй, самыми активными болельщиками была группа, в состав которой входили и славучане, и киевляне. Они поддерживали буквально каждого из спортсменов. Мы болеем всегда, за всех, поэтому сейчас мы болеем за наших славучан и за приезжих, поэтому сегодня в Славуччи очень много гостей, поэтому мы рады. И вот особенно мы хотели, чтобы Катя пробежала, потому что у нее здесь очень хороший друг, и она приехала посмотреть, а где он живет. У нее дебют. И горжусь, да, и горжусь своей спортивной тоже семьей. Подробный репортаж смотрите на следующей неделе, на нашем телеканале и на наших социальных страничках.